Всем привет! Добро пожаловать на канал Невроза Мегаполиса. Меня зовут Алексей Красиков. И сегодня мы разберемся и поставим точки над «и», чтобы ни у кого не осталось никакой каши в голове. Смотрите этот ролик до конца, я расскажу об очень важном секрете и покажу очень важную схему вашей терапии. Прежде всего, надо понимать, что у огромного количества моих зрителей и подписчиков есть такой термин, что ли, «каша в голове». Связан он с тем, что люди читают множество литературы, смотрят множество видеороликов, слушают разных авторов и читают разные книги. И у них нет четкого понимания, что такое невроз, потому что симптомы они смотрят в интернете и у себя, они все разные. И у них нет понимания, над чем же надо работать. У кого-то есть понимание, что есть вегетатика, паника, у кого-то ОКР, у кого-то неврастения. И они пытаются понять, а с чем же связано локально у них эта проблема. Так вот, за последние 7 лет я провел огромное количество часов работы персонально с разными людьми. Я не просто вел вебинары, я не просто вел группы и семинары. Я работаю каждый день по 8-9 часов индивидуально, помимо тренингов и вебинаров. И за последние годы я собрал такое количество, наверное, историй разных неврозов и разных случаев, когда неврозы заканчиваются, применяя конкретные техники, конкретным ситуациям, что хочу с вами поделиться этой схемой. Поэтому смотрите сейчас очень внимательно, если вы хотите расставить все по полочкам. Прежде всего, надо понимать, что, чтобы разбираться в патоэтиологии невротических расстройств, мы сейчас не будем говорить о симптоматике, о причинах. Мы не говорим сейчас о вегетососудистой дистонии или о панических атаках как о механизме испуга вегетативного проявления. Мы говорим о причинах, потому что многие мои зрители уже прекрасно справились с паническими атаками. Они прекрасно справились со страхом вегетативных реакций. Они их понимают, они их не боятся, не передвигаются. Но у них нет четкого понимания, над чем работать, даже зная порой когнитивно-поведенческую психотерапию. Так вот, я хочу представить вашему вниманию очень интересный слайд. Этот слайд я не взял где-то. Я вам могу поклясться чем угодно. Я вообще мало читаю литературы. Я не из тех людей, которые прочитали 10-20 книг, скомпилировали что-то и решили этим поделиться. Это, конечно, имеет место быть, но я все-таки не сторонник этого. Я сторонник того, что я доношу до вас ту информацию, которая взята в результате большого количества часов персональных консультаций. Так вот, за последнее время я выявил основные закономерности и основные факторы, приводящие людей к разным расстройствам. Истерии, неврастении, ипохондрии, паническому расстройству, депрессивно-тревожно-депрессивному расстройству, УКР, социофобии и так далее. Я хочу вам показать этот слайд. Я назвал новый тренинг «Точка роста». Я хочу представить вашему вниманию структуру тренинга «Точка роста». Он заточен непосредственно на то, чтобы каждому клиенту показать сферы, показать механизм и рассказать о том, как с этим бороться. И когда эти клиенты увидят саму схему и поймут, и увидят себя, даже если им придется потратить энное количество времени, используя когнитивно-поведенческую терапию, гештальтерапию, анализ и так далее, они будут видеть наглядно то, над чем им конкретно надо работать и как этот алгоритм работает в целом. Итак, давайте начнем. Я предлагаю вашему вниманию посмотреть на слайд, а я его буду комментировать. Смотрите внимательно. С моей точки зрения, большинство людей и большинство наших клиентов хотят быть счастливыми, как и все мы. Все мы хотим быть счастливыми. И вот здесь, если вы видите наверху, счастье является конечной точкой. Мы все хотим счастья. С моей точки зрения и с точки зрения огромного количества моих клиентов, людям мешает быть счастливым их невротическое состояние. Неважно, как оно проявляется. Я считаю, что счастью мешает отсутствие свободы. Именно отсутствие свободы и является фактором, который не дает людям стать счастливым и здоровым в плане невротического состояния. Так вот, я выявил четыре основных больших-больших пласта, которые приводят людей сначала к неврозу, а следовательно и к несвободе. Потому что основная метафора – это несвобода. Итак, давайте рассмотрим. Первый аспект – это мнение людей. Если вы завязаны на мнении людей, если вы постоянно хотите кому-то понравиться, кому-то угодить, сделать как надо, иными словами, этот пласт имеет отношение напрямую к самооценке и комплексам, вы не можете быть свободными. А если вы не можете быть свободными, вы не можете делать так, как вы считаете нужным, и не можете открывать разные двери, чтобы пробовать, потому что вы все время будете оглядываться на чье-то мнение. И если этот пласт у вас не проработан, вы не сможете быть свободным, и вы не сможете найти себя и прийти к полноценной гармоничной жизни. Второй слайд – это финансовая зависимость. Если вы находитесь в зависимости от кого-либо финансово, вы не можете быть свободными и выражать и реализовывать себя. Если вы зависимы от долгов или кредитов, или вы вынуждены работать на нелюбимой работе, потому что деньги вас держат, вы не свободны, и вы не сможете ни найти себя, не сможете прийти к полноценной гармоничной жизни. Третий слайд – если вы постоянно находитесь в привязанности, это метафора нарушения границ, когда люди в вашей жизни выполняют роль костылей, на которых вы опираетесь. Здесь же мы рассматриваем убеждения, нормы и правила. Это относится и к социофобии, и к УКР, и к неврастении, и так далее. Где вы постоянно опираетесь на кого-то, вы не способны принимать решения, и вы тоже здесь не свободны, потому что вы не можете быть свободным, зависимо, постоянно от кого-либо или от чего-либо, испытывая привязанности. Именно привязанности к убеждениям и привязанности к решениям мешают вам быть свободным. И четвертый слайд – это наличие базовых невротических доказательств. Это стратегия доказать себе, что вы полноценный. Это стратегия доказать себе, что вас можно любить. Это стратегия доказать окружающим, что вы нормальный, умный и неглупый. Или стратегия обогнать и перегнать кого-то, чтобы опять кому-то что-то доказать. Вот эти все факторы и являются основой невротических расстройств. Я хочу вам показать 21 и 22 октября. Два дня мне потребуется и 6 часов, чтобы подробно разобрать новый тренинг «Точка роста». Мы пройдемся очень детально по каждому пласту. Я покажу, как применять когнитивную терапию локально в каждый пласт этого тренинга. И вы увидите наглядную схему, где вы найдете и себя, и у вас будет конкретное понимание того, над чем работать. Мы называем это дорожной картой. Потому что когда вы видите, что делать и где косяки, и имеете инструментарий, который можете оттачивать, это и приведет вас к свободе. Я считаю, и мое глубокое убеждение в том, что все ваши неврозы от простой раздраженного кишечника синдрома до серьезных невротических расстройств – это метафора вашей личной несвободы. Либо от мнения, либо от стратегий, либо от убеждений и так далее. Я покажу вам, как это локально применять в каждых сферах. 21-22 октября в 12 часов, 2 дня подряд по 3 часа я буду детально рассказывать про все эти технологии, про все эти пласты. Ну а если вы хотите зарядиться не только знаниями, и не только этот тренинг получить в широком формате очно, но и проработать как вопросы симптоматики, так и вопросы тренинга «Точка роста». И получить мотивацию на много-много время вперед, получить заряд энергии, заряд уверенности, я приглашаю вас на очный, большой, двудневный тренинг в Москве, который пройдет 28 и 29 октября в одном из институтов нашего города. Всего лишь 25 человек, которые смогут принять участие, потому что я хочу маленькую аудиторию. Онлайн-трансляции этого закрытого тренинга не будет. Это маленькая камерная группа из 25 человек очно, которые прилетят или приедут в Москву. И мы будем 2 дня заниматься от и до, и опять же повторюсь, от симптоматики до тренинга «Точки роста» и разбора с конкретными примерами каждой сферы вашего невротического состояния. Поэтому жду вас сначала 21 и 22 на онлайн-тренинге «Точка роста» локально, а затем самых больших энтузиастов и тех, кому не хватает энергии, мотивации, тонуса, которым не хватает знаний, которым не хватает пинка, приехать в Москву и 2 дня провести со мной лично, где я лично подойду и познакомлюсь с каждым. И мы будем разбирать не в групповой форме терапии, а в групповой большой тренинго-семинарной технике каждую историю. Или мы будем разбирать кейсы, мы будем разбирать основу невротических проблем, взятые с тренинга «Точки роста». Это очень интересно и важно. Вы можете присутствовать как из симптоматики на базовом уровне, так если у вас уже нету острых паник и так далее. Я вас призываю, посмотрите еще раз этот слайд, проанализируйте свою ситуацию, и вы увидите косяки. Дальше вам приходится и придется только применять знания локально в этих местах. И я вас буду этому учить и поддерживать. Увидимся на занятиях. Ваш Алексей Красиков, канал Невроза Мегаполиса. До встречи. Пока.